Алло. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Меня зовут Александр, я представляю компанию InvestCorp. Я ставлю Витамку на нашем сайте, верно? Еще раз скажите, Александр, какую компанию вы представляете? InvestCorp. InvestCorp? Верно. Понятно. Это российская компания? Это трудно с компаниями, такими как Казманайкас и Казпром. Нет, да с кем вы сотрудничаете, вы можете хоть целым здорово за руку. А вы российская компания? Да. Понятно. Адрес офиса ваш? Я не могу раскладывать адрес не нашим клиентам. Возможно, вы мне уделите буквально 5 минут, и вам объясню, как это происходит. Так что, вы же, надеюсь, легальная компания-то? Ну, естественно, у нас все абсолютно есть террористические документы. Наши клиенты тоже приверяли к нам в офис. Мы им предоставляли им члены необходимые документы. Нет, в офис я к вам приезжать не собираюсь. Вы просто назовите адрес, где вы находитесь. Что в этом так холд? Москва. Это Москва. Это город. Адрес какой в Москве? Там очень много улиц. Я не могу сказать точный адрес нашего предприятия, так как наши сервера находятся в непосредственной длительности к фаерволлам, благодаря которым мы работаем. Я не могу раскладывать такую информацию. Причем здесь сервера и фаервола? Я почтовый адрес спрашиваю, а не электронный. Я понимаю, я понимаю. Это не электронный адрес. В смысле в том, что я не могу разглашать такую информацию не нашим клиентам. Да что за бред. То есть вы... Ну ладно, зайдем с другой стороны. ИНН назовите вашу компанию. Еще раз? ИНН. ИНН, а. Это еще хуже. Нам тогда, Александр, нам с нами не о чем тогда говорить. Потому что вы даже открытую информацию не можете рассказать человеку, который ей интересуется. Ну что вы за компания тогда такая? Я консультант. Я работаю с клиентами. Ну, на здоровье. Я работаю с информацией, которая более глубоко. Это не моя спецификация. Просто я пытаюсь вам нанести, о чем наша компания и чем занимает. О чем наша компания и чем занимается. Ну, давайте, доносите. Мы работаем, опять же, как я значил выше, с компаниями Казпромом и Казмана и Казом. Каким способом мы снимем сотрудниче? Мы вкладываем деньги в непосредственную добычу их ресурсов. То ли газ, то ли металлы, то ли нефт. То есть мы вкладываем деньги в прямую добычу ископаемых и получаем прибыль с их экспорта или перепродажи. То есть покупаем дешевле и продаем дороже. С процентов забираем доход. Все абсолютно открыто и честно. Как мы работаем с клиентами? Клиенты работают буквально сами на себя, через их личный торговый счет. Вы должны будете, если вы будете с нами сотрудничать, вы должны будете создать свой личный торговый счет, на котором будете производить абсолютно все транзакции. Если у вас нет опыта в этом, к вам будет приставлен специальный сотрудник, который работает в этой области более 7 лет и будет вам помогать в произведении операций с той или иной компанией. Есть какие-то вопросы на счет этого? Ну, конечно. То есть вы не брокерская компания, не инвестиционная? Это не брокерская компания, абсолютно верно. Ну, а какая вы тогда компания? Какой у вас род деятельности? Род деятельности – это покупка и продажа активов «Газпрома» и «Казмана и Газа». То есть ископаемых. Покупка и продажа активов – этим разве не брокеры занимаются на бирже? Как вы их продаете? Без биржи, что ли? Смотрите, вы показываете. Вы говорите, смотрите, значит, надо показать. Я показываю… Не просто показываю, вы же понимаете, о чем я. Я понимаю. Я понимаю. То есть вы трейдинговая компания, так получается? То есть вы… Это не трейдинговая компания. Мы занимаемся прямой добычей и продажей ископаемых через компании «Газпром» и «Казмана и Газа». И какая еще «Газпром» и «Казмана и Газа». Это что такое? Это аналог «Газпрома», а только в Казахстане. А, ну ладно. Про него пока забудем. То есть вы, короче, занимаетесь продажей того, что добывает «Газпром», так? Верно. То есть сам «Газпром» продать уже не может? Только через вас он это делает? Нет, нет. Мы входим в сделки, вкладывая вы добычу ресурсов. Соответственно, с этой добычей мы получаем процент. Что за идея? После экспорта завершается. У вас и договор, наверное, с «Газпромом» есть, да? То есть вы тогда получаете всего акционер даже, наверное? Или как? Получается так. То есть вы акционеры «Газпрома». Некая компания «Инвесткорп», которая не говорит нигде находится, не говорит даже «Иннн». Ну что ж, очень интересно. Ну да, да. И вы звоните физическим лицам для того, чтобы они тоже вкладывали эти деньги, так? Так. Вы оставляли заявку на арестрацию, поэтому же мы... Не, ну по сути-то вы вот мне позвонили, предлагаете мне твои деньги вложить. Куда? Вот куда мои деньги пойдут? Я же говорил, вам выше подпочинал. Вы создаете свой личный торговый счет. Хорошо, секунду, секунду. Создаю свой личный торговый счет. Где я его создаю? На... Интернете? Не, интернет это сеть. Где я создаю... Вот, допустим, если у меня есть деньги в банке, у меня там счет, банковский счет. Не торговый, не в личном кабинете, а именно в банке. А в личном кабинете, в приложении у меня отражается это все, так? Так, верно. Ну, а здесь где мой счет будет? Вот вы говорите, личный торговый счет. Где он будет? На наших... На наших серверах инвесткорпа. Да, сервер это сервер. Сами деньги. Да. Они уйдут с моего счета и куда придут? На торговый счет, который будет лежать на наших серверах. Торговый счет? Он не лежит на серверах. Он... И это, понимаете, не может на сервер... Это ж не криптовалюта. Не может мои честно заработанные рубли, уйдя, допустим, из Сбера, осесть на сервере. Они должны дойти до другого счета. Именно банковского. А торговый он, брокерский, там, неважно. Назовите, как хотите. Я и спрашиваю, куда уйдут мои деньги. А вы говорите, на сервере. На сервере будет храниться информация о том, где мои деньги лежат. Александр? Да, да. Ну, итак, я спрашиваю, куда, где открывается счет? В каком финансовом институте? Счет открывается на наших серверах. С этих счетов вам и будут... Ну, все понятно. Александр, вы, естественно, другого сказать ничего не сможете. У вас так написано, и вы другого не скажете. Но вы понимаете, да, суть моего вопроса. А ответить вы не можете, потому что либо не знаете, либо не хотите. Так же, как с НННом и с адресом, да. Пока я не клиент, мы вам там ничего не скажем. Ну, вы сами-то сейчас слышите. Такого же рекламента. Ну да, я говорю, сами-то слышите. Я не могу расплажать его информацию. Я не могу расплажать информацию людям, которые не являются нашими сотрудниками. Так, а для того, чтобы стать вашим клиентом, нужно открыть счет, да? Или еще слово такое «активировать», да? Есть вот такое там в скрипте написано «активировать»? Нет. Мы просто, да нет никакого скрипта. Мы просто работаем с детьми, которые хотят заработать. Все. Ну да, 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 да. Хотят заработать, а в итоге не то, что не заработают, а и потеряются. В каких сумм заходят к вам? В каких сумм открывается у вас на ваших серверах торговый счет? Десять тысяч рублей. Все серьезно? Да. Ну, что за десяти тысяч можно заработать, скажите мне? Десяти тысяч, двадцать процентов с каждой покупки и продаж. Понятно, понятно. Ладно, Александр, я думаю, мы друг друга поняли. Наверное, пора нам с вами прощаться. Или вы будете настаивать на том, что у вас все по-честному, и вы легальная компания, да еще может быть и российская, да еще и акционер «Газпрома». Нет, но если вы не хотите в это верить, это дело ваше. Но вы понимаете, я-то хочу. Нет, я-то хочу в это поверить. Но для того, чтобы поверить, мне нужна информация, которую вы мне не предоставляете. Ну, как я, вот вы... Вы регистрируетесь, открываете свой счет, регистрируете... Вы, я же говорю, в нашей программе, в которой вам скидаю ссылки. Я вам скидаю ее. А, ну да, это ваша программа. Ну да, ну да. Но русский язык для вас не родной, да? С чего вы взяли, чтобы русский язык не... Ну, потому что русский человек не скажет, кидаю. И даже Казах, и даже Казах, Казах тогда вынесет. Казах тогда вынесет. Что вы хотите сказать, что язык русский Москвы, каких-то других областей, он и деньги, чем верно? Нет, там есть различия, но такого слова не скажут нигде. Даже в Южной России так не скажут. Ну, видимо, вы ошибаетесь. Ну, наверное, а вы откуда-то? Я не могу говорить эту информацию. Понятно. Ну и не говорите. Зачем? Ну, именно для того, чтобы узнать, что вы очередной представитель, очередной лоха-конторы, так называемые лоха-брокеры. Ну вот, только для этого, больше ни для чего. У вас что ни спроси, вы либо не знаете, либо не можете поделиться информацией. А деньги? Давай, давайте откроем, давайте переведем. И ищи свящие денежки, да? На сервере. Доказать абсолютно все, что вы хотите от меня, только мне нужно знать, чтобы вы с этими работаете. Да-да-да, ну давайте продолжим. Да, давайте. Я же забыл, вы же трубку-то не можете так бросить. Ну, понеслась. Где я должен зарегистрироваться? В вашей программе в какой-то, да? Что это за программа? Владимир? Да-да-да, слушаю вас. Что вы хотите еще узнать? Где я должен зарегистрироваться для того, чтобы открыть счет? Я вам отправлю ссылку на регистрацию в программе, соответственно, активируете свой личный торговый счет, и только после верификации полной вашего торгового счета мы сможем приступать к работе. Нужны будут ваши данные, соответственно, чтобы наш департамент вас проверил, и только после этого мы начнем работу. И какие данные от меня понадобятся? Еще раз. И какие данные от меня понадобятся, чтобы ваш департамент меня проверил? Паспортные, паспортные данные, данные ресурсионные, то ли прописка, то ли счета с коммунальными услугами, ну и все, по сути. Ну, понятно. То есть от меня нужны все данные, от вас никаких я добиться не смогу, пока не стану вашим клиентом, да? Да нет. После активации счета вы получите... А, вот, да. Как он активируется-то, активация? Регистрация, соответственно, активируется-то как? Ну, вот я зарегистрировался дальше, как активировать счет, но что надо делать? Вы видите, наш департамент верифицирует ваш аккаунт, и после этого мы сможем с вами обсудить более детально нюансы работы. Я спросил, как активировать счет, а не как меня верифицируют. После верификации он активируется? Это и есть активация счета. А переводить деньги не надо туда? Просто активировать счет и все? Можем с вами как-то обсудить другие юридические вопросы. Какие? Юридические. Я спрашиваю. Вот я и спрашиваю. То есть, я регистрируюсь, меня верифицируют, а деньги переводить не надо, да? Счет активируется после верификации. Так? Да. А, то есть, деньги переводить не нужно. Ну что ж, здорово, здорово. Ага. То есть, а паспортные данные нужны именно скриншоты или со слов будем записывать? А вдруг эти паспортные данные белые какие-нибудь, на какого-нибудь бомжа там? Тогда как это будет? Поэтому уже мы и проверяем базу. Ну я. Ну ладно. В общем, Александр, все было здорово, все было весело. Всего вам хорошего. Вы там хоть не голодаете? Хорошо, до свидания. Да нет, нормально. Нормально? Ну ладно, держите. Да. Тогда до свидания, если вы не заинтересованы. Нет, я заинтересован, но просто мне недостаточно информации, а вы мне не предоставляете. Я просто не могу сейчас этого поставить. Ну да, я понял, вы не можете, да. Я от вас ее и не требую. Вы же мне по-честному сказали, я не могу. Ну значит, ну как требовать от человека того, чего он не может? Я там против этого. Так что, да. Ну всего вам. Берегите себя. До свидания. Хорошего дня. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!